Мы очень плотно подсели на вот такую кухню. Это очень вкусно. Что ты делаешь? У меня же косметика была. Сашуль, поехали уже? Не хочу. Тут так прикольно лежать. Ну, конечно, мы хорно-то. Они все поплыли, а у меня ничего нет. Печаль, да? Ну, потому что здесь идет как-то закругление. Ветра дует очень часто. Я так уже отвыкла от этого ощущения, когда заходишь и не гальку чувствуешь, а песок. Всем привет! Это канал Куда Поехать. Подписывайтесь на наш канал, смотрите новые видео каждую неделю, ставьте лайки и рассказывайте о нас друзьям. А сейчас я вам немного покажу домик, где мы живем. Владимир, все это великолепие. Здравствуйте! А как начать лучшее утро по дороге Евпатории? Конечно, поесть вкуснейшие чебуреки. Мы нашли такое маленькое уютное кафе прямо на трассе и заказали много-много вкусняшек. Сейчас мы вам все покажем и расскажем. Всего-то 4 чебурека и шурпа. Мне хватит! Тебя тоже! Вкус барашка. Только вчера еще лавил. Лавил? Барашки не лавят, дурачок. Нам же написали в комментах, что нежное мясо, скорее всего, это собака. Как можно есть собаку, ребят? Нет, не-не-не. Принесли нам чебуреки. Все очень быстро. Что-то ждали, мы вот принесли шурпу через полторы-две минуты и вот минут через пять принесли шесть чебуреки. Прямо с печки. Вот это лучшая, ребят, начало дня. Свежайшая. Со сковородки. Со сковородки. Свежайшие чебуреки, красавица. Вот и яйца. Ммм, горячие и сочные. Мы очень плотно подсели на вот такую кухню. Это очень вкусно. Нежнейшее, тоненькое тесто с очень-сочным мясом внутри. Мы покушали. Все было очень вкусно. И, ребята, мы сегодня побили рекорд. Рекорд по цене. Рекорд по цене. Все, что мы съели, это четыре чебурека, шурпа и вкуснейший домашний квас. Обошлось там в 410 рублей. Чебуреки по 60, шурпа 120, класс 50. Представляете? Трасса Севастополь-Семперополь, кафе Стоп. Вы увидите вот такие столики. Останавливайтесь. Вкусно, быстро и очень дешево. Класс. Горы закончились, да? Начались с равнины, степи. Горы, где там, вдалеке остались. Да. Мы выезжаем в степную часть Крыма, огромную. Немножечко грустно, в то же время радостно. Скоро уезжать, да. Время летит быстро, когда хорошо, особенно. Ладно, едем дальше. Впереди же и в Подорию. Вот вы, наверное, спросите, куда это мы идем с полотенцем и с бутылками. И с пятачком. И с пятачком. В общем, скоро вы его всем узнаете. Оставайтесь с нами. Мы приехали к источнику озера Сакского. Сакского соленого озера. Так как нет пресной воды, после озера надо чем-то споласкиваться. Для этого мы взяли с собой две бутылки. Сейчас наберем водичку и возьмем с собой. Если вдруг вы приехали сюда без тары, что мы вам не рекомендуем, можно купить. Вот такая вот бутылка будет стоить у бабушек здесь 40 рублей. Ну хотя бы этот вариант тоже есть. Вдруг забудете. Имейте в виду. О самом озере мы расскажем буквально через минуту. А сейчас хотелось бы сказать пару слов, как сюда добраться. На самом деле все просто. Доезжаете до города Саки и дальше следуете по указателям. По всему городу висят коричневые щиты, указатели. Разные достопримечательностей. Среди них будет указатель какой-то источник. То есть святой источник или что-то. Ну он один вообще такой вы увидите. Целебный по-моему источник. Целебный источник, да. Доезжайте к источнику. Это такая ротондочка, где я набирал воду. Да, там рядом есть парковочка. Видите ту ротондочку. И прямо от этой ротонды идет дорожка к озеру. Ну вот оно прекрасное озеро. Красивое. Глубина этого озера около одного метра. Это озеро приобрело известность мирового масштаба. Именно здесь матушка природа собрала, не знаю, почти полную коллекцию полезных элементов, которые используют во всех грязелечебницах Крыма. И говорят, что это озеро имеет наибольшего действия на организм человека. И здесь лечат такие болезни, как опорно-двигательный аппарат, нервную систему, урологический, генекологический и кожные заболевания. В общем, здесь можно плавать в соли, мазаться грязью. И лежать в воде. На воде. Чем мы сейчас и займемся? Честно скажем, мы первый раз на таком мероприятии, в таком месте. Сейчас все разузнаем у людей. И обязательно поделимся с вами. Видов, конечно, тут нет. Но сюда едут не за видами. Сюда едут за здоровьем, ребят. Главное, такую воду не вдохнуть, ребят. Это будет очень-очень больно. Сначала, когда захочешь, небольшие камушки, а потом начинается такой песочек. Если отойти чуть подальше от берега и песочку, как верхнее слое, раскопать, под ним прям такая будет глина. Вы почувствуете, она такая будет плотная. Вот. И вот такой глиной поднимаешься и мажешься. Грязь, короче. В общем, идти приятно, вот что хочу сказать. И тепло. Здесь идет такая же стройка. Мы поспрашивали людей, что это очередной пансионат строят, хотят закрыть для людей, но вроде как хотят облагородить. Будем надеяться, что так оно и есть, что это место не закроют для простых людей, не построят очередной пансионат. И сюда сможет попасть каждый желающий. Сашечка, ты ли это? Нет. Какой черненький. Нам сказали, что нельзя на самом деле мазать область сердца и щитовидку. Ну, это опять же сказали. На самом деле это не шутки. Саша просто упрямый. Пожалуйста, почитайте все противопоказания, прежде чем сюда ехать. Уши-то у меня белые остались. Уши белые. И первый раз не более 15 минут. Ну, вода, я вам скажу, теплая. Реально, на и лежишь, и не тонешь. Можно просто загорать, если отдыхать. Вот. Грязь мы нашли прямо в самом озере под ногами. Там не глубоко. Ну, не надо. А что ты делаешь, у меня же косметика была. Блин. А вообще лучше возьмите с собой ведерко. Круто выглядит, да? Не, ведерко можно не брать. Вот, просто грязь. Люди с собой возят грязь лечебную домой. Так если все будут возить, тут ничего не останется. Озеро станет глубоким. Ну, еще не знаю. Люди так делают. В общем, приезжайте, ребята, здесь прикольно. Сейчас мы проведем процедуры. Очень красиво, ты очень красивая. Я прибью Сашу, как выключу только камеру. И потом еще немножечко искупаемся. Чунга-остров, чунга-остров. Жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто. Чунга-чанга. Да, грязь немного сводит с ума. И вот нам тоже уже по шарам дало. Она лечит нервную систему. Просто больше не нервничает. Здесь класс, здесь весело. Скажи, кем тебе кажутся взрослые намазанные черные грязи? На кого они похожи? На горилл? На горилл. А ты похож, вы прав. А я так, максимум, симпатичная обезьянка. Прошло, по-моему, 15 минут. Потому что все уже высохло. Легерок тянет сильно, реально очень сильно тянет. Пора смываться. Кукошовые черненькие. По-моему, по-моему, по-моему. Шуль, поехали уже? Не хочу. Тут так прикольно лежать. Класс. Ну ладно, тогда я еще тоже искупаюсь. Нам все очень-очень понравилось. Надеюсь, что это еще было и полезно. Помимо того, что это было безумно приятно. Это абсолютно бесплатно. Людей много. Ну, в разумных пределах. Всем нравится, все довольны. Приезжайте. Что ты молчишь? А что мне сказать? Мне классно. А ты первый раз в жизни в соленом озере купался и не тонул. Тут ли что? Загадывай желание. Ну ладно, если нет желаний, значит мы едем дальше. Поехали. Поехали, мы в Иппаторию. Дороги в Иппаторию остановились в очень прикольном месте, но не можем перейти дорогу. Она узенькая, но машина не заканчивается. Ничего одного прикода нет. Здесь целое озеро лебедей. Кто знает, почему они здесь, пишите в комментариях. Давайте подойдем поближе с лебедей. Я так понимаю, черные какие-то уточки. Ну, конечно, мы корнят. Они все поплыли, а у меня ничего нет. Печально. В общем, имейте в виду, есть такое озеро, можно покормить лебедей. Даже иногда едят с рук самые смелые. Едем с Сашкой и говорим. Нам не хватает гор. Вот все-таки привыкли на ИБК, что всегда взгляд радует. Тут вот здесь море, тут горы. Тут все-таки равнинная местность. В самой Фаторе, как бы мы еще не гуляли, не были, я ничего не буду говорить. Но просто вот город действительно не хватает. Мы поняли, что мы любим горы. Ночевать мы будем не в Фаторе, а соседний поселочек Заозерное. В гостевом доме, который мы нашли через сайт Booking.com. За 1300 рублей. С завтраком. Такая вот территория. Смотрю, шизлонги есть под солнышком загорать. Фонтанчик, оперативный и беседочка. Когда я начала искать вчера отели в Евпаторию, это был один из самых разумных вариантов. И я вам скажу, очень даже ничего. В поселке Заозерное, который находится совсем рядом с Евпаторией, тоже есть собственный пляж. Называется он Поселковый. И сейчас мы с вами его изучим. Пойдемте. Сразу появляются такие кафешечки, столовые. Но это не важно. Важно, что пляж, что песочный, ребят. Песочный пляжик. Вижу, что есть медицинский пункт. И делают где-то здесь массаж, переодевалки и душ. Пляжная полоса очень широкая. Песочек такой нежный, но такой голодой, как во Беодосе, допустим. Он такой ближе к светлому. Очень-очень нежно, в руках приятно. И вот такие сделаны дорожки, чтобы было удобнее идти к морю. Да, ветер очень сильный. Можно арендовать шезлонги за 150 рублей. А, вот еще, ребяточки, что хотела сказать. Вот этот вот навес, который вы видите, он бесплатный. Собственно, вход на пляж тоже бесплатный. Водоплачивается, получается, только за шезлонги. Море, а море сегодня никакое. И цвет ему сейчас, если честно, определить очень сложно. Примерно по цвету оно мне напоминает грязевое озеро, где мы были вчера. Ну, потому что... Пляж красивый, широкий. Очень много места. Я думаю, хорошую погоду здесь просто идеально. Ну вот купаться сейчас я ни за что. Здесь часто такое бывает, что шнармит? Ну, я два года назад была, и за 10 дней два только были, которые тишь и гладь. А это только в Приозерном или в Епатуре то же самое, ветер такой сильный? В Епатуре вообще тоже так. Да? Ну, потому что здесь идет как-то закругление. Ветра дают очень часто. Понятно. Я-то думала, это нам так повезло. Оказывается, это норма. Ладно. Это всегда так. Спасибо вам огромное. Думаю, на этом обзор пляжа мы закончим. Вы сами все посмотрите, сами приведите какие-то для себя решения. Что я могу лично сейчас сказать? За песочек пять. За море. Так что предлагаю здесь заканчивать и ехать дальше. Посмотрим еще один пляж, который называют в интернете лучший пляж 2017 года. Проверим, так ли это. По дороге на лучший пляж 2017 года мы увидели еще один. Называется он Аква... Супер Аква. Супер Аква. Это городской пляж. Наход спали и дружбы. Ну, в общем, прочитайте. Ну, первое, что бросается в глаза, что здесь тоже очень широкая, красивая песчаная полоса. Уставленная шезлонгами. И самое прикольное, здесь еще есть, знаете, такие навесики от солнца. Кафе есть, детский городочек есть, медпункт вижу. Слушайте, а пляж довольно-таки длинный. Довольно-таки симпатичный. Здесь такое ощущение, что все-таки море посветлее. Нет, здесь вода гораздо лучше, чем на предыдущем пляже. Я уж не знаю почему, может быть, там сильнее ветер. Но здесь видно, что она прозрачная, красивая. Вход в море пологий и песчаный. Поэтому здесь удобно купаться с детками. Я так уже отвыкла от этого ощущения, когда заходишь и не гальку чувствуешь, а песок. Просто я обожаю вот это чувство, мне очень нравится. Но этот пляж мне вот из-за моря нравится немножечко больше, чем предыдущий. Здесь бы я позагорала. Но пока что сейчас где-то полдесятого утра, вода достаточно прохладная. Но люди уже купаются, дети купаются, всем все нравится. Поэтому класс. Давайте я вам покажу немножко различных кадров, и вы сами составите свое личное мнение. А мы пока сходим и узнаем, сколько же стоит шезлонги. Теперь поговорим про стоимость лежаков. Стоят они 150 рублей на весь день. Система такая. Вы приходите, ложитесь, к вам подходит человек, и вы ему все оплачиваете. В принципе, 150, еще и с навесиком, я думаю, очень классно и недорого. Ну, мне этот пляж понравился гораздо больше, чем первый. Потому что здесь не только прекрасный песочек, но еще и потрясающее прозрачное море. Немножечко штормит, но не до такой степени, как там. Но мы едем дальше. Пока мы купаться здесь тоже не будем. Холодно. Субтитры сделал DimaTorzok